Привет всем! Меня зовут Вера Данилина, и вы попали на мой канал. Сегодня будет очень необычный формат видео, потому что я буду не только играть для вас, но и разговаривать. Связано это с тем, что я очень вдохновилась пополнением в моей семье, а именно у меня появилось две новых замечательных гитары, о которых я хочу рассказать, поделиться своими ощущениями, впечатлениями, рассказать о том, какие возможности у этих инструментов, для каких целей они, ну и всё в этом роде. Сейчас в руках я держу гитару, которую я выиграла буквально две недели назад на конкурсе в Германии. Мартина Сезерлон, по-моему, так он назывался. Вот. И приз за первое место — это концертная гитара. Посмотрите вот на эту. Look at this, как говорится. Такая красота. Концертная гитара Horky Goboy. Она по весу такая очень лёгкая. Не привыкла я к таким гитарам, потому что мои дабл-топы, которые весят, наверное, килограмма три, либо триста, ну там что-то между. Вот. Очень-очень непривычно держать такой в руках. Как бы думаешь, как бы не раздавить. Вот. Ну, дальше понятно. Нет, эта гитара сделана относительно недавно, и уже на начальном этапе она имеет свой неповторимый тёплый тембр, тёплый, благородное, глубокое звучание. Мне очень нравится играть на ней, особенно в канцеленные места. И в целом она сразу понимает то, что я хочу от неё получить какой звук, и я с лёгкостью могу сделать такой звук, который мне хочется. Конечно, не всё здесь мне нравится в этой гитаре, могу сказать минусы. Что мне не нравится? Она для меня слишком маленькая. Ну, к примеру, я сейчас могу взять вот другую гитару, просто так вот так поставить, извините, пожалуйста, вместе. Вы посмотрите, как отличается размер. Вроде как бы одно и то же, но нет. А вторая гитара, о которой я позже чуть-чуть расскажу, ну я побольше чуть-чуть расскажу. А вот, короче говоря. И вот ты сидишь и ищешь, как можно ещё вот этот звук взять. А как ещё? А как ещё? Вот, поэтому, конечно, это может быть как и минус, так и плюс вот это интимное звучание, которому нужно очень бережное отношение. Нужно понимать, что ты хочешь от этого звука получить. Перейдём к красотке. Боже мой, как мне уже нравится её держать. Знаете, какая она прям плотненькая такая прям. Очень похожа на мой Терекс. Вот там берёшь и там сразу... Там она такая тяжёленькая прям. Как красиво всё сделано. Look at this. Просто потрясающая работа. Потрясающая работа мастера Романа Благодатских. Когда я настраиваю гитару, вы слышите, как просто она такая... Вот просто можно спокойно выходить, играть на этой гитаре с оркестром. И тебя будет прекрасно слышно. Плюс сразу хочу отметить этот чистый, кристальный тон. Такой ясный. Гитара очень сбалансирована. Если бы я не знала, что эта гитара традиционная, я бы сделала вывод, что, скорее всего, это дабл топ. У меня так удобно на ней играть. Короче, у меня такая ситуация получилась. Когда у меня появилась эта гитара, я на ней позанималась дня три. А потом села обратно на свой Терикс, и я поняла, что я разучилась играть. Потому что мне на моей гитаре стало очень неудобно. Потому что у меня там очень широкий гриф. А здесь настолько всё удобно. То есть момент попадания на струну сделан очень грамотно. Я не знаю, как это сказать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Во-первых, мне очень нравятся отношения вообще к отделке, к деталям, к мелочам. Гриф один из самых удобных, на которых мне приходилось играть. Удобнее даже, чем на моей гитаре. Почему? Ну ладно. Неудобный гриф — это тоже, знаете, порой тренировочка своих пальчиков. Нормально. Нормально. Жить можно. Попадания у меня больше. Именно такого чёткого попадания на струну. Я не знаю, с чем это связано. Что бы я сказала по минусам? Для меня мало сустейна. Мне хочется больше апертонов. И у неё есть такой готовый свой тон, с которым, на самом деле, сложно уже что-то новое придумать. То есть готовый звук. Вот какой он есть, он вряд ли может стать другим, если мы будем под другим углом, под другим нажатием это делать. Потому что есть гитары очень чувствительные к прикосновению. Вот там я называю такие гитары гитары с сырым звуком. То есть там ты можешь делать всё, что ты хочешь. Но если ты не знаешь, что ты хочешь, у тебя ничего не получится на таких гитарах. Играет музыка Кстати говоря, у Романа Благодатских есть такие плюшечки, как сезонные скидки. Это очень здорово, потому что цены на гитары безумно приятные. Плюсом ко всему, если вы придёте от моего имени, вас также будет ждать скидка. Я думаю, что это очень приятные плюшечки. Выводы. Я очень счастлива иметь в своём арсенале такие инструменты абсолютно разные, не похожие друг на друга. Но со своей изюминкой, душой я люблю заниматься на разных гитарах, потому что это всегда свежий взгляд. Новое прочтение и новые идеи. Это здорово. Если вы не можете определиться с выбором, у вас какие-то муки, какая же гитара мне подойдёт. Смотрите, всё просто. Если вы считаете себя утончённым музыкантом, очень мягким и деликатным, я советую вам обратиться к традиционной гитаре, которая позволит вам реализовать ваши мягкие интимные идеи. И гитара поможет раскрыться вам именно в том направлении, которое нужно именно вам. Если вы себя считаете таким боевым, таким страстным, таким экспрессивным человеком, музыкантом, то обратите внимание на, возможно, дабл топ, потому что так как вы яркая личность, и вам нужно яркое представление себя. Невозможно сравнить вот эти вот две ипостаси, потому что и этот человек может быть звездой, и этот человек может быть там потрясающим. Я могу сравнить уточённого музыканта, например, Тибо Гарсия. Настолько нежно, настолько мягко прикасается к звуку, и каждый звук — это как бриллиант в его исполнении. Например, есть Зоран Дукич. Если он берёт гитару, так он берёт гитару. Если он берёт звук, так это основательный звук. И нельзя сказать, что что-то лучше, что-то хуже. Нет, каждому своё. Сегодня на обзоре было две гитары. Первый инструмент, который я выиграла на конкурсе, она очень интимная и нежная, к которой нужно особое бережное отношение. Гитара Романа Благодатских — это очень яркий инструмент с характером. Когда играешь на его гитарах, чувствуешь надёжность, чувствуешь, как будто у тебя есть такая стена, и она тебя защищает. Лично мне очень близко вот такое направление. Я вам желаю, чтобы у вас было как можно больше гитар в вашем арсенале, чтобы вы находили новые идеи, новые возможности. И вообще я вам желаю всего самого прекрасного, что только можно пожелать. Занимайтесь, любите музыку, любите звуки гитары. И надеюсь, увидимся с вами. Желаю вам здоровья. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите мне в личные сообщения, пишите комментарии, ставьте лайки. Ну, на этом всё. Спасибо вам огромное. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok